Я почитала рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Это не просто история одного солдата, а произведение, которое сегодня находит открыт в сердцах читателя. В жизни Андрея Соколова, как и в миллионах наших сограждан, ворвалась война. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от всего, что было знакомо и родным. Но несмотря на случившиеся с ним беды, он не корит судьбу, а преодолевает, уготовленный ему на пути, живет дальше. А то, что случилось с ним, и вправду, не каждому вынести по силам. В голодные годы умерли родители с братьями и сестрами. Во время войны плен попал, но выстрел не сломался, бежал по предотвернувшейся возможности, но только узнал, что во ей блаженной с детьми, на месте дома осталась воронка от снаряда. А последний оставшийся в живых сынок погиб 9 мая, в день победы от выстрела немецкого снайпера. Андрей Сколов познакомился с Ванюшкой, сиротой. Решает не бывать тому, чтоб нам в опору не попадать, и называет его сыном. И уже не один он на свете. Ночью то погладишь его сонную, то полосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя. Так и шагает отец, названным сыном, по русской земле. Ведь человеку нужно о ком-то забойце и ради кого-то жить. Небольшой рассказ о мужественном человеке, он не сломался, нашел в себе силу жить, служить Родине, работать и воспитывать малолетнего беспризонника, которому заменил отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова